Так, наконец-то я могу вам с вами поделиться. Давайте о себе расскажу. Меня зовут Павел Никитин. В Android-разработке я не много, но не мало. Уже около пяти лет. Работал в разных компаниях. Работал и в продуктовых, и в аутсорсинге очень долго. Сейчас мы полтора года назад сделали стартап, который у нас, к сожалению, взлетел, о котором я расскажу на докладе по VR. Но так получилось, что осталась после этого стартапа команда. И вот мы сейчас уже делаем свои собственные продукты. Немножечко аутсорсинга. Я являюсь как фаундером и тем лидом Android-команды. У нас небольшая команда, у нас 12 человек, но и немаленькая, считаю. И сегодня я хочу вам рассказать про клин-архитектуру и, в принципе, про архитектурные моменты, которые используем мы у нас в команде. Ну, к которым, в принципе, я пришел за пять лет. И еще такая маленькая просьба. Можно размютиться, потому что я буду постараться делать диалог. Будет много таких открытых вопросов, потому что это скорее не доклад, а обсуждение. Окей. Кто не против, можете размютиться, сказать, да, круто. Да, круто, но мы все сидим из рабочих мест, потому что, чтобы тебе не мешать, мы мьютаемся. Ага, вот. Окей. Смотрите, на презентацию мы рассмотрим такие вещи. Во-первых, эволюцию архитектуры Android-приложений. Немножечко поговорим, ну, я думаю, выскажу свою боль, вы поделитесь своей болью, которую вы видели, я думаю, не меньше меня. Немножечко о рефакторинге и про то, что мы юзаем сейчас для того, чтобы писать, да, на клин-архитектуре. В конце там будет пару линочек, и вплоть до нашего опенсорсного проекта, который у нас есть тоже на GitHub. Презентация, думаю, займет где-то минут 10-15. С вопросами, я думаю, в полчаса вложимся, поэтому не буду вас сильно грузить. Но надеюсь, что-нибудь интересное и новое вам доложим. И так давайте вспоминаем, как мы стали с вами разработчиками. Да, вы помните, все мы были джунами, когда-то мы вот развивались, развивались до тех пор, пока не стали там супер-мега-синерами, которые вот начинают выдать мозг другим разработчикам, рассказывать, что мы пишем плохо и как надо писать. И поэтому, ну, я, например, всех своих джуниор-разработчиков не ругаю, ну, стараюсь делать так, чтобы они сами пришли к тому, что они делают. Вот, поэтому плохой код хуже, когда человек делает плохо и не понимает, что он делает плохо. Это такая маленькая анимашка, но должны были себе посмеяться, потому что эта презентация была рассчитана на все-таки оффлайн. Я уже делал доклад циклами. Вы уже вторые. Окей, так, вспомнил изначально, как планировали строить приложение, как Google нам это все предлагал. Да, у нас должны быть обязательно уровень view и уровень даты. То есть, вот это вот первые-первые андроиды, ну, первые, наверное, 1.6, 2.1. Google представлял, что мы будем писать вот так вот. То есть, у нас будут отдельно activity-фрагменты. Дальше у нас будет немножечко работать с контент-провайдером, там, какие-то запросы в IP. Вот. Но, к сожалению, часто я это видел, и в большем ужасе я так делал, что у нас все это превращалось в такую вот ситуацию, когда у нас это все смешивалось. Ну, я думаю, вы помните приложение, да, когда там все в activity у нас фигачивалось, там все в осентасках мы обрабатывали, получали сразу и тут же сетили. Вот. Я даже вот помню, открывал недавно свое первое приложение, и не надо было там поправить, оно немножечко стало успешным. Вот. И когда я его открыл, я его закрыл, а потом полгода боялся его опять открыть. Вот. И открыл, и вот эта вот архитектура, как сейчас есть, я ее называю MC. Ну, да, сейчас модное там MVC, MVVM к этому мы придем. Ну, вот MC это вот monkey coding. Вот. Примерно вот так вот я, наверное, кодил, да, это вот первый тот человечек, который был на развитии. Вот. Хуже всего, когда после таких вот обезьянок нам приходится рефакторить. Я думаю, у всех, да, там можете отозваться. Были опыт, боли такой вот встречали, какие-то приятные такие проекты. Кожан дань. Кожан дань, да. Вот я делюсь своей боли. Вот смотрите, вот это вот манифест. Женя не захотела его разбивать на два слайда. Раньше у меня было два слайда, чтобы вы понимали. Вот. Ну, наглядно, да, вот все видно, особенно, когда ты пытаешься нырнуть в это приложение. Вот. Но это еще полбеды. Когда я начинал, то мне надо было пофиксить небольшой баг, там большой продукт, причем человек, который это писал, в итоге стал техническим директором одного стартапа, американской компании. Ну, это другая история. Я вот иногда думаю, что, наверное, вот так вот и надо писать, чтобы стать директорами. Ну, да ладно. В общем, когда мне надо было пофиксить приложение один баг в одной активити. Я открываю активити, в активити было, по-моему, около 7000 строк. И было две таких активити. И вот разница в этих активити была вот здесь, вот видите, да, все введено. То есть, просто мы сетили один фрагмент, другой, а в фрагменте разница была только вот эта выборка из XML. То есть, там просто был засечен разный текст. Ну, как бы, когда это мне было... Я сидел, я долго плакал, смеялся, потому что, говорю, ребят, ну, это нереально. И там вот все вот таком наговнокодено. Когда... Многие даже не понимают, что так пишут. То есть, ну, и мне тогда в свое время тоже не говорили, что неправильно писал с моим первым приложением. Но когда встречаешься с такой болью, первая мысль, какая происходит? Поделитесь, что вы делаете, да, вот когда вам приходит на поддержку такой код, и вы бежите сразу к проект-менеджеру, что вы говорите ему? Что надо все переписать с нуля? Да, надо переписать, ребят, давайте с нуля перепишем, да, но тут у вас заключается бизнес, говорит, не, ребят, вы же понимаете, да, тут на переписать надо пофиксить, потому что там в стори, там начинается миллион причин, которые мы должны делать. Ну, мы как бы можем пойти, да, на поводу у проект-менеджера, с этим что-то сделать, зафиксить, поставить костыль, можем что-то вот подпереть, да, либо может он пойдет на уступки, перепишет. Говорят разные ситуации, я думаю, у каждого и своя история. Вот, ну, из плюса такого подхода, у меня есть только один, вот, плюс такого МЦ-кодинга, оно иногда работает. наверное, да, и многие бизнесы на таком держатся, многие компании продолжают поддерживать такие продукты, но из минусов, я думаю, давайте вместе предположим, я следующий слайд покажу вам сразу, как вы думаете, что плохого в этом? Самые меньшие змены дуже дорогие. Ну, вот, да, у меня несколько таких выборок, то есть, первое, да, что здесь, черт возьми, происходит в этом коде, дальше, ну, это невозможно поддерживать, мы, в принципе, да, первый вопрос, это мы давайте все перепишем, на что не пойдет, ну, и понятное дело, что мы не можем развивать такой продукт, и надо потратить очень много времени на рефакторинг, то есть, если продукт изначально пошел по пути данного развития, мы понимаем, что, ну, что это он мертвый, хуже всего, когда он становится успешным, и приходится с ним что-то делать, ну, тут уже, я думаю, задачи бизнеса, мудрый бизнес все-таки перепишет, да, ставит это там на этапе МВП, и сделать что-то более адекватное, ну, кто сделает человека, который написал этот успешный проект, техническим директором, будет рассказывать, что там никаких багов, никаких ишу нет, все отлично, вот, поэтому это все печально, и вот смотрите, давайте, тут уже будет открытый слайд, я его сразу покажу, по плохой код, с вашей точки зрения, а можно шанс? то, что было написано на предыдущем слайде, нечитаемый, что здесь звуком, походу, Паша, мы тебя не слышим, ты с нами разговариваешь? Алло, алло? Да, слышим. Ой, и на каком моменте вы меня потеряли? Мы тебе начали отвечать, о том, что какой плохой код, я там сказала, допустим, он нечитаемый, ребята сказали с предыдущего слайда, то, что было. Еще тот код, который тяжелый к расширению, тот код, который тяжелый к поддержке дальнейшей. Продолжение следует... Я никогда не комментирую. Так, у нас еще сколько, ну треть мы прошли, думаю, еще два раза я перезапущусь, я думаю, мы закончим презентацию. Итак, давайте по плохому коду, я там не слышал ваш ответ, я думал, вы молчите, а вы меня не слышали и отвечали. Не читаем мы то, что было на предыдущем слайде, который плохо расширяется, то есть масштабируется и дописывается, может у ребят еще какие-то варианты будут. Да, это тот код, который тяжело поддерживать в дальнейшем, не только расширять, а просто даже бассификсировать. Можно начать сначала, смотрите, вы себе сразу есть обычно копия пасс, то есть уже когда мы умные, хотя бы умелые, мы сразу видим, да, там, если видим копипаст, это плохо, там, хардкод, да, там, magic numbers, вся базовая вещь. Понятное дело, что если вот эти вот базовые моменты есть в коде, то уже про поддержку, там, ну вот, вот это все, это вытекающая ситуация. Все банально из каких-то мелочей, вот мелочи, 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 да, вот они за собой тянут весь тот трэш, который потом в итоге оказывается, ну, бэдкод, да, там, как смел-код. Вот. И к такому моменту, да, вот приходит переписать, либо рефакторить. И вот моя точка зрения, когда надо подходить к рефакторингу. Ну, мы не берем глобальное переписывание, хотя на самом деле сейчас у нас есть один проект, который мы переписываем с нуля, когда нам зашел вот он в таком печальном состоянии, когда уже дедлайн был провален. Но, тем не менее, мы все равно стараемся что-то спасти. И вот четыре топика, по которым вот мы уже говорим, что уже пора. То есть, первое, это когда проблема с поддержкой кода, когда у нас есть, да, там куча багов, и мы уже не можем это поддерживать, мы понимаем, что вот уже пришла печаль и надо что-то менять. Следующий пункт, когда мы хотим, так, не слышите все, я боюсь, что у меня Женя уже пишет и говорит, что мы тебя не слышим. Следующий пункт, когда нам надо добавить какую-то новую фичу, и мы понимаем, что максимум, что можем сделать, это какой-то костыль. Костыль, и тогда фича взлетит. Ну, то есть, это тоже не дело, значит, надо пойти и сделать этого с самого начала правильно. Много, вот следующий пункт, смотрите, баг-фиксинг. Я заставляю всех ребят, что когда они делают фиксы, багов, параллельно выбирать за собой технический долг. Не бывает такого вопроса, что да, это код не мой, это дело кто-то другое, почему я должен это вычищать. Ну, это правило хорошего тона. Если вы уже садитесь на фикс этого бага, то, пожалуйста, приведите его в приличный вид. То есть, не надо там просто ставить какой-то там try-cage, да, там, если вы видите, что там нет проверки, как-то вообще неправильно все передано. Возьмите, сделайте кусочек рефакторинга. Вот, если все правильно сделает, то на самом деле код будет всегда в очень хорошем состоянии, мы всегда сможем его дальше поддерживать. Вот. И последний пункт, я не знаю, у вас в команде код-ревью есть, нет, pull-request? Конечно, есть. Вот. В процессе код-ревью всегда, вот, если вы видите, что начинает кто-то кого-то заносить, причем независимо, у нас код-ревью делают pull-request и кросс друг на друга, даже вот на джуньяков всегда кидают код, чтобы они просматривали, потому что иногда вот глаз замыленный бывает. И даже вот супер, мега там крутой синер может что-то там, какую-то сделать, мелочь такую вот, которая может где-то когда-то потом стрелять в поленку. Ну, ребята, которые с огнем в глазах могут это заметить, по крайней мере спросить. Вот. Ну, это как бы редкий кейс, но иногда такое бывает. Вот. Поэтому, если уже говорить о хорошем коде, о хороших архитектурных подходах, вот поделюсь с теми, которыми мы сталкивались, которые, в принципе, иногда мы писали. Первое, что вот хотелось рассказать, но правда не так много. У нас был, к сожалению, только один небольшой проект. Вот две такие библиотечки с собой связаны, Flow и Mortar. Это тот подход, когда люди пишут на вьюшках. Кто-то, ребята, с вами писал, не писал? Походу, не. Суть этого проекта, когда вот у нас все идет в рамках одного activity и все экраны у нас пишутся вьюхами. Ну, то есть, все, да, знают, что у вьюхи тоже есть жизненный цикл. Он намного короче, чем у activity. Вот эти две библиотечки помогают. Плюс туда же, опять же, хорошо даггер вписывается. Это так, кто уже пишет совсем по-модному. Вот. Вы посмотрите, да. То есть, в рамках одной activity у нас есть скрины. Ну, то есть, вьюшке. Там какие-то лаяуты, которые мы можем между собой динамично менять. То есть, мы уже уходим от activity от фрагментов. Работаем с вьюхами. Подход очень специфический, но есть свои плюсы. То есть, есть проекты, когда вот очень клево было писать бы на этом. Причем, мы даже ушли когда-то от этого подхода и писали потом по-классически. И в итоге мы поняли, что надо было все-таки верти к Flow и к Mortar и написать на нем. Потому что есть у него определенные плюсы. Ну вот, кто заинтересовался, можете посмотреть библиотечки. Они, правда, уже давно не поддерживаются. Все это скверовски. Джек Уортон их когда-то там тоже поддерживал. Пока еще был с ними. Вот. Из плюсов. Очень классная чистая структура. Потому что, опять же, это вот по принципу МВП. Оно все делится и хорошо делится по модулям, которые чистенькие, маленькие, аккуратные. И вот вся логика, бизнес логика выносится за пределы вьюшки. Ну, вьюшка это вьюшка. Ну, именно. Там какой-то layout. Который также легко пройти юнитестами. Ну, то есть, как любой презентер. Вот. И вот самый большой плюс, которого, допустим, нет в других подходах, это очень классная анимация. Вы же все прекрасно знаете, что анимировать там layout намного проще, чем анимировать какую-то activity или фрагмент. Вот. И вот у нас был проект, когда надо было там делать какую-то космическую мега-анимацию при переходах, при там разворотах и всего остального. То есть, мы пробовали что-то выйти там из фрагментов, да, там вот transition animation. Но, к сожалению, у нас это не вышло. И проект потом в итоге, ну, не знаю, хорошо или плохо, но он зафейлился еще на этапе разработки. Там закончились деньги инвесторов. Ну, даже не на клиента, там вот на все глобально. Вот. Ну, мы как бы вот делали, мы это сделали. Мы сделали это с большой болью. Ну, вот если бы мы делали через вьюхи, то было бы намного круче и прикольнее. Поэтому, смотрите, если кто-то хочет сделать очень клевые анимашки у себя в проекте, то обратите внимание на вот этот подход. Вот. Ну, я, к сожалению, если кому-то очень интересно, можете прийти потом в личку ко мне, пообщаемся. Я расскажу о своих каких-то, какие шишки мы набили. Но мы там всего полтора проекта вот писали на этом подходе. из-за его минусов. Ну, вот минусы, да, следующие. Он немножко отличается от привычного нам написания, да, потому что, ну вот, кто знает про жизненные циклы вьюхе? Вот из тех, кто сейчас слушает меня. Ну, я об этом узнал, наверное, полтора года назад. Я надеюсь, вы еще здесь, ребята? Ну, что-то знаем. Отлично. Вот. Ну, и второй, да, минус, там кто-нибудь, говорите, чтобы я понимал, что я еще не отпал, потому что я так переживаю, что я опять буду говорить никуда. Вот. Надо все-таки очень сильное погружение и вот сходу очень сложно будет вникнуть в проекты. Даже на этапе поддержки, ну, как бы надо там потратить какое-то время на investigation. Вот. Потому что отличается. И, на самом деле, очень мало информации. Но я вот знаю очень много ребят, там, даже в Украине, там, наши GDE, которые украинские, кто-то пишет сугубо на вьюхах. Вот. Поэтому это имеет право жить. Вот. Следующий архитектурный паттерн. Я, на самом деле, очень долго думал, что это пик всех архитектур в андроиде. Это MVE. МВ что-нибудь. То есть, MVP, MVC, MVVM. Недавно я даже видел MVE, там, Model U Intent. Вот. Их очень много. Ну, я думаю, вы сами используете какой-то из них. Какой, если не секрет, у вас в компании? У вас есть какой-то шаблон, какой-то общий подход в командах? Мы MVVM используем. Ну, то есть, с дата брендингом, да? Да. Вот. Ну, то есть, в принципе, три классических, да? МВЦ, MVP и MVVM. Ну, то есть, оно все круто. Я думаю, плюсы все вы прекрасно знаете, да? Что очень классно делить логику, гибко, хорошо, приятно, чистый код. Вот есть, как бы, некоторые нюансы входа в это все. Ну, в плане, там, если Джуна посади, да, там, без базовых знаний каких-то, или которыми ходим, он может где-то что-то набокопорить. Но, если правильная архитектура выстроена, то, скорее всего, он, по аналогии с другими классами, может спокойненько выстраивать нормальную логику, которую, допустим, не будет необходимости много рефакторить впоследствии. Вот. То есть, ну, я помню, когда, наверное, было мое второе место работы, когда мне сказали, вот, мы смотри, мы пишем по МВП, вот садись, вот смотри, вот как этот класс и делай по аналогии. Я садился и делал, в принципе, было довольно-таки неплохо, потом начал уже извращаться, мы к этому пришли, вот. Я был доволен, и вот очень долго я думал, что вот все, все, это пик, пик всего, и когда я там пришел в очередную компанию, мы начали тоже с командой разбираться и поняли, что там, ну, была тоже команда человек, наверное, 15, и все 15 человек писали по-разному, не было единого подхода. Я там начал биться, говорю, все, нам нужен шаблон, нам надо срочно что-то делать, чтобы все писали одинаково. Мы там пришли, там, датабайндинг только-только-только был там в Альфе, было очень много печали с ней, поэтому мы остановились на МВП, сделали там шаблонные базовые классы, все было круто, все были довольны, да, там, поддержка вот именно разработчиков между проектами стала намного интересней, проще, не так как ты садишься на проект, и у тебя уже просто бесконечно ты не понимаешь, да, тебе надо опять же разбираться в коде, я не говорю, что он был плохой, просто отличался друг от друга. Вот. Ну, когда мы это сделали, стало проще, вот из плюсов, да, все мы надеюсь, ну, и уверен даже, что знаете, что преимущество МВП, там, чистая структура, очень легко проходить юнитестами, легко расширять, легко поддерживать. Вроде бы все и круто, все классно, все работает, из недостатков, ну, все знаете, да, что там в момент даже самый базовый класс, они у нас вместо одного надо делать три. То есть немножечко возрастает больше кода, но это, скажем так, идет в ущерб тому, что это необходимо, чтобы сохранялась структура. Второй минус, опять же, надо необходимо погружение небольшое, и вот не совсем гибкий, в плане того, что есть нюансы, которые, например, как можно, например, выпилить одну базу данных или впилить другую, или, например, поменять опишку. Ну, оно можно, но так как у нас все завязано в презентерах, да, ну, может где-то пойти что-то не так. Вот был такой нюанс, когда нам надо было в один момент поменять базу данных. Вот. Мы, конечно, справились, но это было сложно. Вот. Ну, до тех пор, пока в очередной кампании я не взял на поддержку один проект, который был написан на клин архитектуре. Ну, сначала у меня полезли глаза на лоб, я сначала вообще не понимал, что там происходит. Потом для меня было открытием то, что вот МВП, который мы использовали, который я так думал, блин, боже, как круто, как все классно, он остался только на уровне UI. Ну, то есть, все вы видели этот слайдик, пирожок, да, помните, знаете, кто вообще знаком с клин архитектурой, кто что-то делал на ней. Может быть, не конкретно на ней, но просто пытаемся придерживаться такого подхода по поводу dependency и по поводу слоев, да. Да, dependency ejection это как помощник реализации, то есть у нас, когда минимальные зависимости, да, у нас есть ядро, которые и несколько слоев, которые друг о друге ничем не знают. То есть, минимальные зависимости, которые позволяют легко тестить, легко расширить, легко заменить, то есть получается такой очень клевый конструктор. Вот. И когда я начал погружаться в это все, да, вот, ну, примерно как наша выглядит клин архитектура, у нас МВП остался на уровне презентейшена, то есть то, что я думал, блин, это же там пик всего самого крутого, является всего лишь малой частью того, что у нас есть, да, у нас появилось еще два дополнительных слоя, слоя домена и даты, которые между собой там завязаны интеракторами, ну вот, вот эта штучка, извините, эта картинка уже нашел, которая максимально близко к нами, у нас нет этих объектов. Вот. И все это, понятно, выстроено. Dependsist Rejection реализован через Dagger последний. По поводу МВП, смотрите, мы в компании юзаем немножечко такое, ну вот, нечистое МВВМ, то есть у нас МВП с датабайдингом. Он очень облегчает, потому что мы разгружаем наши Java-классы, все оставляем туда, но, опять же, это не чистое МВВМ, у нас все-таки остается презентер, который мы гоняем там по тестам и всем остальным. Вот. Дальше в домене у нас лежит чистая Java, которая просто является чисто бизнес-логикой, которую по-хорошему, я недавно даже видел такой подход, когда ребята написали какую-то рутилку кроссплатформы. Они берут вот бизнес-логику, перепиливают, и она там идет в Objective-C, ну то есть они начинают саму бизнес-логику делить кроссплатформенно, а дальше ты просто одеваешь ее южками. Вот. В этом кейсе клево выделять именно всю бизнес-логику отдельно чистой Java, именно обдуманием. Вот. И в третьем уровне у нас остается дата, то есть это, у нас здесь реализуется репозиторий паттерн. Там лежат наши базы данных, наша API, наши какие-то временные хранилища, кэш. Вот. И, по сути, оно не зависит. Вот. Ничто между собой не зависит. Ну, можете, я же говорю, посмотреть наш open-source проект, нашу реализацию, написано на Kotlin. Вот. Из тех плюшек, что мы делаем. То есть вот примерно как выглядит наша структура проекта. Вот. То есть data, domain, presentation. Отдельно мы выносим DI, где настраиваем даггер, и отдельно какие-то утилки. Ну, я, конечно, тоже всегда ругаюсь, говорю, что если появляется класс утилс или менеджер, то это значит вот весь тот, все те костыли, которые у нас скапливались в классах, их выносят в отдельный файлик и называют утилкой. Ну, вместо того, чтобы что-то где-то правильно разрулить. Вот. И после года вот этих вот писаний и шаблончиков мы, у нас был один толковый очень разработчик и есть, он сделал нам очень классную утилку, он сделал нам шаблончик. Вот. Теперь у нас создать просто MVP-класс со всеми плюшками, с презентером, с DI и с самой Activity либо фрагментом мы уже делаем из Android Studio. Там у нас есть, лежат такие штучки, кому интересно, я потом лично расскажу, но не имею права показывать всем. Если кто-то заинтересован, могу поделиться нашим этим секретом. подбрасывается шаблончик в саму Android Studio и потом, знаете, как в Android Studio есть, там создать, например, Google-карты. Там правой кнопкой мыши, Activity, Google-карт. Есть. Google, тра-та-та и расширение. Вот. У нас там появляется теперь полностью MVP-активити и MVP-фрагмент. То есть, по сути, мы там одним кликом уже мы сразу создаем все классы, в которых уже дальше просто пишем логику. то есть, это мы уходим от того, да, когда я писал много кода. раньше мы это делали ручками там, либо грубо говоря, шаблончиком. Вот. Вот. И вот появляются эти компоненты. Сразу. Контракт, презентер, фрагмент и ди и плюс еще xml кладется. Вот. Ну, после создания. И тузы, которые у нас в проектах всегда есть. Ну, я думаю, в принципе, не сильно отличаться от ваших. Это Rx, Data Binding, Dagger 2. Ну и паттерны, как я и говорил, это MVP на презентейшене, репозитории в Data, в слое Interactor, как реализация наших доменов. Вернее, в дом идет реализация наших интеракторов. Interactor. Вот. Преимущества данной архитектуры. Вот здесь вот теперь намного чище структура. Классов стало больше, но они все настолько маленькие, что, ну, у нас даже есть правило, что если код вылазит за один экран, то надо что-то с этим делать. Опять же, юнитестирование. А, кстати, ребят, скажите, как часто вы тестируете свои проекты? Есть у вас обязаловка тестировать ваше приложение? Ну, как правило, тесты могут быть частью билд-процесса. Ну, по крайней мере, у нас появилась такая же ситуация. От клиента зависит. Ну, то есть не все приложения покрываются тестами у вас, да? Не все. Ну, просто я смотрю, что у нас последний тренд пошел. У нас сейчас, наверное, 70% проектов уже требует тестирования. Причем, вот на баги мы всегда пишем, вот если прилетает баг, то мы всегда пишем тестирование. И вот сейчас уже начинается момент, когда надо писать тестирование уже с общей логикой. Поэтому мне было интересно, как происходит у вас это все. вот. Плюс, следующий пункт, очень классно и очень легко расширять, поддерживать, заменять, модифицировать. Ну, то есть настолько, когда у нас уже зависимости минимально, вы прекрасно понимаете, что мы можем выдернуть любой блок из нашего проекта, и проект будет дальше работать. Ну, с оговорками, но всегда можно где-то что-то подменить, и это занимает не так много времени, потому что ты уже прекрасно понимаешь, что на что ты меняешь. Проапдейтить, проапгрейдить. У меня это всегда аналогия была с компьютерами, я не знаю, сейчас ребята уже никто не занимается, да, с сборами компьютеров. Я еще из того времени, когда я сам собирал свой системный блок, да, и мы там, помню, видеокарту взяли, поменяли, все сделали мощнее, и все это было не так сложно, как, допустим, в ноутбуке, да, в маке, когда вы там спорили, все, что-то сгорело, видеокарта, все, капец, надо полностью новую мамку покупать и все. Так и здесь. То есть, по сути, у нас проект становится таким своеобразным старым компьютером, который мы можем модифицировать и достраивать, который может работать без каких-либо частей. Вот. Так. Ну, из минусов, из минусов, вот здесь, конечно, надо еще больше кода, как я говорил, что вы видели, что вместо, для того, чтобы сделать один экран, в МВП нам, грубо говоря, надо сделать там два-три класса, то здесь уже там три-четыре в лучшем случае, потому что надо еще и API прописать. Вот. Следующий пункт, вот, need to know, это уже не просто надо изучить, тут уже надо многие моменты просто знать. Потому что, кто юзалдайгером знает, бывают моменты, когда что-то поменялось, да, у тебя уже не билдится проект, и ты уже сидишь, чешешь репу, да, хотя ты просто там знал, что надо там удалить какую-то папочку. И вот самое печальное, что мало кто об этом пишет на всяких там интернетах, ну, там уже методом тыка какие-то моменты уже просто дошли до этого. И погружение джунов вот здесь происходит очень тяжело. То есть, по нашей практике, человек с нуля, который, ну, с нуля, как там, у него год опыта, грубо говоря, работы коммерческой разработки у нас в компании, ему надо 3-4 месяца, чтобы погрузиться вот в клин-архитектуру, чтобы он уже мог полноценно дальше работать самостоятельно. То есть, он 3-4 месяца просто там работает с кем-то в паре, изначально там, грубо говоря, режет иконки. Вот. Ну, и вот порог входа. Это, в принципе, то, что я рассказываю. Это как бы основной минус, но это того стоит, потому что человек 3 месяца помучится, потом он не даст мучиться всем остальным. QA, менеджерам и всем остальным. Вот. По ссылочкам, которые я вам обещал, да, там вот посмотрите GetGoal. У нас на Kotlin там open-source проект небольшой. Мы показали, как мы сделали с нашей клин-архитектуры, с нашей реализацией. Там статья на Hub. Ну, и понятно, вот есть неплохой туториал, да, по клин-архитектуре на самом GitHub. То есть это из того, что есть, достойно внимания последняя ссылочка. Вот. Все, ребят, я отстрелялся, поэтому можем теперь пообсуждать вопросы. Конечно, тяжело общаться с монитором, не слыша, не видя вас. Вживу это немножко интереснее, но я надеюсь, я был не сильно скучен для вас. Как на рахунок интеграции клин-архитектуры в проект, где много всего и все печально? Ну, тут уже не интеграция пойдет, тут уже надо переписывать с нуля. К сожалению, как бы это не тот туза, который мы взяли, там где-то навесили, да, половинку того-то, половинку того-то. Ну, здесь по-хорошему лучше вот действительно взять какой-то там месяц, чтобы это просто забить и переписать там хотя бы коровую часть. Потому что когда в проекте все печально, мы оттуда вообще ничего не можем взять. То есть реально ничего. Мне всегда задают вопрос, да, там, слушайте, а может мы там верстку можем, экраны какие-то взять. Ну, чаще всего там XML-файлы настолько печальные, что ну, ты смотришь и понимаешь, что там, например, да, там на экране три кнопки, там, в какое-то определенное позиционирование, да, и человек впиливает туда около там 20 вьюг всяких лейаутов, которые это все выстраивают в зависимости. Вот. И взять вот так вот говноко впилить это, это сложно. Ну, даже не сложно, это невозможно. Вот. Если там MVP мы еще можем где-то разбить, да, там, просто, грубо говоря, этот весь треш разделить на несколько классов, там, логику в одно место, там, югу в другое, то вышлинить там все это там крайне сложно, да. Попробуйте, да, держпилить какой-то старый проект, который пришли, это тоже вам будет такая задачка. Не на день, не на два. – Короче, а бы с нуля, а бы не як. – Ну, по сути, да. Ну, просто нет смысла. – Да-ка. – Просто, да, с того, что вот плюшек вы не получите однозначно. – Павел, большое спасибо за презентацию. А еще вот такой вопрос по поводу структуры проекта. Скажите, не пробовали ли вы использовать, ну, скажем так, другую организацию папок не по… в каком условии там принадлежит какой-то там объект, а именно какую функциональность он делает? То есть уже писать не от, скажем так, папочки Models, Views, Controllers, Data Layer и… – По-моему, у нас на самом деле она так и есть. Если зайти дальше, просто смотрите, у нас определенная логика уже вот в папках домене, например, там идет уже разбивка по функционалу приложения. – То есть, в принципе, я могу даже целую папочку и фичу взять и перенести ее, скажем так, в другой проект? – Ну, смотрите, вам все равно придется разбить. Какую-то фичу вам все равно придется разбить там на View, на Домейн и на Дату. Потому что, когда вы хотите что-то пофиксить, грубо говоря, вот вы идете перед целенаправленно, вам там поплыла верстка, вы знаете, что это там надо во View, либо поменять View. Вы идете там в Presentation, меняете что-то, переписываете. Если вы понимаете, что там меняется логика какая-то там, вообще фич этой, то вы идете уже в саму бизнес-логику и постепенно все меняете. Просто если она будет лежать по фичам, ну, она чаще всего мусор начинается, перебивается. То есть мы пробовали по-разному, когда просто структура разбивается на разные фичи. А потом смотрите, у вас все равно экран идет из экрана в экран, да, вы что-то передаете куда-то. И у вас начинается поиск по папкам и вот по этому пути тоже очень крайне печальный. Все лучше держать. – Большое спасибо, как раз я это хотел узнать. У нас сейчас тоже организовано именно по слоям. И просто мы думали на другой вариант и сомневались, насколько удобно ли это будет. – Ну, абсолютно нет, поверьте. Мы проходили через это. – Спасибо большое. – Ребят, если у вас нет больше вопросов, 來說 это «смертный», какое-то Lewis мировое防щество...